В режиме повышенной готовности в Барнауле расселяют жителей дома, в котором начались проблемы с потолочным перекрытием. День Икс все ближе. Виктор Томенко первым сдал документы для регистрации на выборы губернатора. Алтайские таможенники не стали уничтожать обувь почти на полтора миллиона рублей, куда отправились конфискованные босоножки и кроссовки. В Барнауле эвакуируют жители аварийного дома на Пролетарской, 78. Там в одной из квартир отошел слой штукатурного покрытия на потолке, из-за чего власти ввели режим повышенной готовности. Экспертиза показала, что здание несет угрозу для жизни и здоровья. Двухэтажный дом на Пролетарской построили еще в 1914 году. В 2019 его признали аварийным и подлежащим сносу. До сегодняшнего дня в четырех квартирах проживало 12 человек. Жителям рассказали о порядке эвакуации. После ее завершения помещения будут взяты под круглосуточную охрану полиции. Люди смогут воспользоваться пунктом временного размещения, либо маневренным фондом, а также получить компенсацию за аренду жилых помещений. Завершается мероприятие по эвакуации жителей. Для жителей размещен пункт временного размещения на базе первой школы. Из 12 человек, проживающих в доме, дом четырехквартирный, двухэтажный, три человека размещены на данном моменте в ПВР, остальные разместились в специализированных организациях и у родственников. Ситуация находится на контроле администрации района. Теперь предстоит провести оценку рыночной стоимости помещений, чтобы жители аварийного дома смогли получить выплаты на новое жилье. С сегодняшнего дня избирательная комиссия региона начала прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Алтайского края. Первым документы предоставил действующий глава Виктор Томенко. Его выдвижение поддержало максимально возможное число депутатов. Подробнее в нашем материале. Виктор Томенко – первый кандидат в губернатора Алтайского края, который принес в избирком документы для регистрации своей кандидатуры на выборы. Прием документов начался с сегодняшнего дня. Виктор Томенко признался, что намеренно сделал этот шаг как можно раньше, чтобы быстрее начать избирательную кампанию и рассказать жителям о планах по развитию края. При приеме документов у нас будет осуществляться видеонаблюдение, мы вас информируем. И, соответственно, в процессе приема документов будем проверять то, что вы представляете, а именно сверять количество подписей, представленных со списком лиц, поддержавших вашего движения. Виктор Томенко предоставил 527 подписей в свою поддержку. Это максимальное количество для представления в краевой избирком. Действующего губернатора поддержали депутаты от «Единой России», «Справедливая Россия за правду», КПРФ, а также других партий и беспартийные из 69 городов и районов региона. Среди них представители уважаемых профессий – врачи, учителя, строители, промышленники, предприниматели. Причем максимальное число подписей Виктор Томенко собрал в довольно сжатый срок. Поэтому благодарен всем. Все мы друг друга давно и хорошо знаем, вместе работаем, вместе проходили сложные времена, вместе достигали нынешних результатов развития всего нашего края и отдельных его муниципалитетов. И вместе строим планы на будущее. Другие участники предвыборной гонки пока не закончили эту деятельность. Кандидат от «Справедливой России за правду» Евгения Боровикова, Сергей Булаев от ЛДПР, Сергей Маленкович от «Коммунистов России» рассказали, что впереди у них больше недели для активного сбора подписей. В активной фазе процесс у Елены Хрусталевой от «Партии пенсионеров» и Виктора Нагайцева от «Зеленой альтернативы». Кандидат от КПРФ Мария Пурсакова сообщила в своем телеграм-канале, что на 17 июля ее штаб собрал больше 300 подписей. Владислав Вакаев от «Новых людей» оценил процесс сбора успешным, а Владимир Кириллов от «Партии зеленые» признался, что получил уже половину подписи от намеченного. До дня «Икс» остается меньше двух месяцев. Выборы стартуют 10 сентября. Субсидии в 100 тысяч рублей на покупку, установку и подключение газового оборудования могут воспользоваться нуждающиеся жители края. Новая форма помощи льготным категориям по программе социальной догосификации начала действовать с этого года. В Новоалтайске и Первомайском районе субсидии определены уже семи семьям. Чем отличается субсидия от компенсации затрат и кто может рассчитывать на поддержку – об этом в сюжете Елены Макаренко. Каждый месяц глава семьи Евгений Постанчук покупает новый баллон с газом. Семья большая и готовят здесь часто. Но скоро голубое топливо должно само зайти в дом. И большие расходы нести за это не придется. Оборудование, составление сметы и подведение газа к дому покроют субсидии. О такой форме поддержки льготников многодетной семье рассказали сотрудники соцзащиты. Они спросили, имеется ли у нас какая-либо льготная категория. Я сказал, да, мы являемся многодетной семьей. Они сказали, что у нас есть такое право на субсидию в 100 тысяч на догазификацию. Программа догазификации, то есть бесплатное проведение газа в границах земельного участка, действует в России уже несколько лет. Но до этого года можно было лишь компенсировать расходы. То есть вернуть часть затрат уже после подключения к газу и оплаты. При субсидии расходы до 100 тысяч рублей покрывает бюджет. Средства напрямую зачисляют на счет газораспределительной организации. Финансовая нагрузка на граждан при этом снижается. Вот эти граждане, которые сейчас пользуются такой мерой социальной поддержки, как догазификация, они свои средства не затрачивают. Компенсационные выплаты – это когда гражданин самостоятельно затратил средства. И до этого такой меры не было. В настоящее время вот появилась новая мера. Семье Пастанчук за свой счет придется купить разве что газовый котел. Мы собирались брать кредит. А здесь такой подспорь. А здесь, да, то есть очень хорошая помощь. На субсидию вправе рассчитывать те же категории льготников, что и при компенсации. Многодетные, малоимущие семьи, ветераны боевых действий, члены семьи участников спецоперации и другие. У Пастанчук уже готовы необходимые документы. В течение месяца газовики должны подвести трубу и сделать врезку. А в следующем году природное топливо запустят в дом. С газом, конечно, будет больше времени заниматься домашними делами. Уже этой зимой, уверенный Пастанчук, они смогут исполнить давнюю мечту всей семьей покататься на лыжах в Горном Алтае. Потому что можно будет забыть об электрокотле, из-за которого зимой все время кому-то нужно было оставаться дома. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Бурному приехали московские онкологи. Специалистов научного и медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина встретил Алтайский онкоцентр. Там в течение нескольких дней коллеги обменяются опытом, отработают навыки диагностических и лечебных манипуляций. Уже сегодня врачи провели несколько совместных операций. Что станет результатом такого сотрудничества? Здесь два листка, значит, незаконно. С одной стороны. Допустим, у нас производные безогазки, на самом деле, поскольку, что истилает. В операционный пациент с опухолью сигмовидной кишки. Чтобы удалить пораженный участок, хирурги выполняют лапароскопическую резекцию. Через небольшие проколы вводят инструменты с видеокамерой. Так действия можно контролировать через монитор при многократном увеличении. Методика давно отработана нашими врачами. Но совместно с московскими коллегами из научного центра онкологии имени Блохина на каждую технологию можно взглянуть по-другому. Для обеих сторон это возможность обменяться опытом. Также мы в оперблоке заметили, что хорошие оснащенные операционные, все необходимые современные устройства, а я имею в виду, в первую очередь, лапароскопические стойки, современные шивающие аппараты, они в достаточном количестве в вашем учреждении. Специалисты, которые используют их, достаточно квалифицированы. Сегодня мы будем делать показательные операции, будем обмениваться опытом, и мы вместе сможем использовать эти инструменты, это оборудование, это очень хорошо. В течение нескольких дней московские и алтайские врачи проведут совместные практикумы и мастер-классы, отработают навыки диагностики и лечения. Пристального внимания требуют пациенты с опухолями прямой и сигмовидной кишки. Эксперты с тревогой отметили, заболеваемость этими онкопатологиями стремительно растет во всем мире. И все эти моменты, конечно, мы обсуждаем и принимаем совместные решения. По данной ситуации у нас сегодня планируется достаточно непростая пациентка, поэтому принесло решение, что мы пойдем на выполнение мини-лабортомии, оценим распространенность заболевания, и там уже определимся, если мы пойдем на большие операции на выполнение гастротомии, то есть удаление животка. Для многих московских гостей это уже не первая поездка в наш регион. Результатом предыдущих встреч стала доработка алгоритмов назначения и проведения МРТ для пациентов. Также Барнаул посетили онкологи отделения опухолей головы и шеи, специалисты ультразвуковой и рентгенохирургической диагностики. Они тоже поделились технологиями своей отрасли, но и отметили высокий уровень онкологической службы нашего региона. Мы хотим с ними пообщаться, они хотят поделиться какими-то своими приемами оперативными. Это все отразится, естественно, на здоровье жителей нашего Алтайского края. Я думаю, что и завтрашний день тоже будет посвящен мастер-классу. Мастер-классы руководства алтайского онкодиспансера планируют расширить до онлайн-формата, чтобы транслировать практикумы коллегам из Бийска и Рубцовска. Так врачи из соседних городов смогут задать волнующие вопросы московским профи. Мария Мацеба, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские таможенники впервые не уничтожили конфискованную обувь, а передали ее нуждающимся. Почти тысячу пар кроссовок, ботинок, босоножек почти на полтора миллиона рублей отправились в Локтевский район. На первый взгляд, ничем не вызывающие подозрения кроссов. Эту парочку задержали на границе. Алтайская таможня конфисковала обувь из-за нарушения таможенных правил. И еще сотни пар изъяло из торгового оборота при контроле внутреннего рынка. Ведомство собрало 905 пар преступной обуви. И в этот раз добилось того, чтобы обувь пустили на доброе дело. После решения суда о признании данной партии обуви без хозяина и обращения ее в федеральную собственность, а также получения соответствующих экспертиз, подтверждающих безопасность и качество товаров, руководством Федеральной таможенной службы России было принято решение о передаче этой обуви на сумму более 1 миллиона 460 тысяч рублей в социальное учреждение. Удача улыбнулась комплексному центру в Локтевском районе. Таможенники заверяют, экспертиза подтвердила безопасность и качество сотен пар обуви. Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района Алтайского края распределит товары людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это очень своевременная помощь, потому что сейчас пора такая, дети готовятся к школе, и как раз это самое время такое подходящее. Обувь раздадут не только тем, кто обслуживается в комплексном центре. Ее передадут в социальные учреждения всего Локтевского и соседних районов. Добавим, что таможенники ежегодно конфискуют тонны различной продукции, в том числе обуви. Но впервые арестованным босоножкам, туфлям, ботинкам дарят вторую жизнь, а их самих дарят нуждающимся. Анастасия Драган. День с толком. Красная ковровая дорожка. Известные актеры, писатели и сотни фанатов. Так в Барнауле начался 25-й Всероссийский шукшинский кинофестиваль. Наша съемочная группа тоже побывала на торжественной церемонии. Передаю слово Юлии Щепиной. Горячо встретить гостей шукшинского фестиваля собралось несколько сотен поклонников. На красной ковровой дорожке делегация кинематографистов. Артисты Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Игорь Петренко, председатели жюри конкурсных программ Михаил Калинин, Дмитрий Кунин и известные литераторы. Приглашенных звезд не хотели отпускать. Фотографировались и брали автографы. Хочется ко всем вам прикоснуться, к вашему солнцу, к вашему гостеприимству. Спасибо. Просто мы уже на красной дорожке обрели вашу любовь и в ней уже купаемся. Зрители радовали хореографией и песнями. Актеры театра и кино вспомнили творчество Василия Макаровича и его жизненные принципы. Так кинофестиваль проводится под девизом «Нравственность есть правда». Что бы подумал Василий Макарович, если бы он вдруг узнал, что спустя столько лет тысячи, сотни тысяч людей смеются и плачут, читая его вымыслы, его рассказы. Что они любят то, что любил он, верят в то, во что верил он, стремятся к тому, к чему стремился он. И благодаря ему находит правду, которую всю жизнь искал Василий Макарович. Игорь Петренко прочитал рассказ Шукшина «Ваня, ты как здесь?» В рамках фестиваля алтайские зрители увидят кинокартины, которые еще не были в большом прокате. В этом году конкурсная программа включает в себя полнометражное игровое кино, короткометражное игровое и впервые за долгое время документальное кино. Кроме того, зрителям представят спецпрограмму, снятую в Сибири. По атмосфере, как все проходит, поскольку я два раза уже был до этого, как-то сейчас так немножко масштабнее стало. Опыт накоплен и должно получаться лучше. Одна беда нынешнего кино, хорошего кино у нас почти нет. Мы продолжаем, в общем-то, все традиции, которые за эти годы сложились, связанными с обращением к его наследию, к культурному наследию, с его изучением этого наследия, убежден, что для того, чтобы лучше понимать и любить свою землю, людей, которые здесь живут, конечно, надо глубоко, внимательно знакомиться с творчеством Василия Макаровича Шукшина. Впервые наряду с мероприятиями организовали деловую программу кинофестиваля. Я расскажу своим коллегам, кинематографистам из разных регионов, как мы, как платформа, взаимодействуем именно с региональными кинематографистами и вообще, в принципе, с продакшенами. Мне кажется, это потрясающе, что губернатор и Минкульт Алтайский, они сделали настолько потрясающее мероприятие для всех, а не только для кинематографистов, которых позвали, чтобы что-то там обсудить или показать. Добавим, награждение победителей и вручение главного приза пройдет на церемонии закрытия Шукшинских дней на Алтае. Зрители и гости Всероссийского фестиваля встретятся на горе Пикет в Сростках в эту субботу. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Здравствуйте. Полтора месяца остается до масштабного празднования Дня города. В этом году Барнаул отмечает 293 года. С каждым годом площадок проведения праздника становится все больше. Подготовку к мероприятию уже активно ведут. Ну а мы решили узнать у барнаульцев, как за последние годы изменился их любимый город. Стали появляться местам, хоть пока мало, но появляются места для отдыха и досуг с семьей. Парк изумрудный, прекрасный, красивый, отреставрировали. Работы еще идут, но скоро все закончится. Парк юбилейный еще восстанавливают. На поселке Южном прекрасную аллею построили. Пляж сделали на Южном. Если следить за последними какими-то спортивными мероприятиями, это вот эти вот и зеленые марафоны и тому подобное. То есть, думаю, со спортом в Барнауле все очень даже хорошо. О чем вы мечтаете? Мечтаю, ну не знаю, чтобы наш город стал столицей России. А в том виде, в каком сейчас Барнаул есть, насколько он комфортный, развитый, современный? Вот я была во многих городах России. Барнаул это такой намного развитый, намного комфортнее город. Он чистый, зеленый, красивый просто. И по самой инфраструктуре здесь очень хорошо. И сам город мне очень нравится. Дороги строятся. Правительство выделяет деньги на строительство дорог. Это все улучшает, как говорится, движение, технику безопасности. Туда-сюда много в городе велосипедных дорожек появилось. Когда переехал, тут вдруг у нас Арбат есть. А когда-то что-то было, это же совсем другая зона торговая. Нет, очень хорошо. Нравится. На этом у меня все новости. Телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok